Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленской атомной электростанции в студии Алина Сазонтова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Третий энергоблок Смоленской АЭС готовится к продлению срока эксплуатации. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 27 энергоблоков. Суммарная мощность 22 300 мегаватт. Суммарная выработка 115 401 миллион киловатт-часов. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока. Первый и второй. Суммарная мощность 1979 мегаватт. По блокам 987 на 992. Третий блок в среднем ремонте частичной замены каналов. Продлению срока эксплуатации. 61 сутки ремонта до окончания ремонта 109 суток. Выработка электроэнергии с начала июля составила 1,3 миллиарда киловатт-часов, что превышает плановое задание на 55 миллионов киловатт-часов. С начала года выработано 11,5 миллиардов киловатт-часов. Сверхплана – 585 миллионов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Третий энергоблок Смоленской АЭС готовится к продлению срока эксплуатации. На двух энергоблоках уже проведена крупномасштабная модернизация, обосновывающая возможность их службы за пределами срока, который был установлен проектом. 31 мая энергоблок номер 3 остановлен на глобальную реконструкцию, благодаря которой он обретет новую силу. Специалисты Смоленской АЭС при участии подрядных организаций внедрят или модернизируют ряд систем – информационно-измерительную систему «Скала-Микро», систему аварийного охлаждения реактора, систему контроля, управления, защиты и другие. Они, реализуя автоматические защитные функции энергоблока номер 3, позволят эксплуатировать его в безопасном режиме еще 15 лет. Один из масштабных и сложных процессов – замена технологических каналов. По каждому каналу реализуется порядка 90 операций. Это зона ответственности персонала реакторного цеха, цеха централизованного ремонта, отдела ядерной безопасности и надежности, отдела дефектоскопии металлов и технического контроля, отдела управления ремонтом подрядной организации «Смоленск Атомэнергоремонт». Под руководством директора Смоленской АЭС Павла Лубенского открыты два ремонтных ПСР-проекта. Один направлен на оптимизацию и повышение качества выполняемых работ, реализацию их в установленные сроки. Второй – на обеспечение логистики в движении с блока демонтируемого оборудования, строительных конструкций и ввозе для монтажа нового оборудования и кабеля. Весь объем работ необходимо выполнить за 170 суток. Это более чем амбициозная задача, если учесть, что аналогичный процесс на энергоблоке номер 1 занял 249 суток, на энергоблоке номер 2 – 238. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальных группах атомной станции, в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и в Фейсбуке. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok